Привет, твоя смерть. Это нам отписали с этого номера. Поздно. Ты уже в наших списках. Для тебя мы подготовим самый горячий котёл на девятом кругу. Ахахахаха. Но я не хочу вас. Что мне сделать, чтобы попасть в рай? Баштырян. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Олес. И бро, сразу же, просто, сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решать тебе, ли подписываться на мой канал, чтобы быть в такой крутой банде, либо быть под нами, под всей супрем-бандой. Наша банда, как видишь, растёт с каждым днём. Поэтому подписывайся на канал, чтобы быть в моей банде. Супрем-банде. И бро, я тут подумал, что многие просто берут и звонят на номер 666. Три шестёрки, да, это адское число. Многие просто звонят на него. Но я подумал, ведь никто не писал ему эсэмэски. Все постоянно только звонят и звонят. А что, если написать эсэмэску на тот номер? Ответит ли дьявол? Поэтому я решил сегодня зайти туда и написать. И я решил написать этот номер. Вдруг это реальный дьявол. И задать ему несколько вопросов. Как не попасть в ад и существуют ли реально все эти существа? Такие как Слендер, Пиковая Дама. Все эти. Мне просто очень интересно. Поэтому, бродоводьтесь, попробуем написать на этот номер 3 шестёрки. И посмотрю, что у нас этого получится. Фух, окей, бро, я надеюсь, вы готовы. Что, сейчас мы напишем наше первое сообщение на номер 3 шестёрки. Я просто подумал, а ведь реально. Никто не брал и не писал на этот номер. Все постоянно набирали цифры и звонили туда. И очень, прям очень интересно. Что же будет, если туда написать? Ответит ли тот дьявол или кто-то вместо него? Окей, давайте напишем наше первое сообщение. Я думаю, не стоит писать первичное нам привет или ещё что-то типа такого. Давайте напишем сразу же. Здесь кто-нибудь есть? И подождём пару секунд. Если нам не ответят, то нужно написать, наверное, ещё одно сообщение. Нужно надоедать. Нам просто должны ответить. Так, ответа нету. Поэтому давайте напишем, может быть, вы мне ответите? Фух, думаю, после этого ответят, наверное. Я ещё не уверен. Но ответа нету. Окей. Давайте отправим просто три шестёрки. Раз, два, три. Окей. Нам отписали. Нам отписали! Точкой! Нам... Я... Нам отписали с номера три шестёрки. Нам отписали с номера три шестёрки. Суприм банда! Нам отписали с номера три шестёрки. Так, стоп. Давайте переспросим, ли это дьявол, потому что, мало ли, может, это какой-то его слуга обалуется. Давайте спросим. Это дьявол? Потому что, реально, вдруг это не дьявол, а какой-то его там слуга или еще что-то. Скорее, твоя смерть. Это нам отписали с этого номера. Скорее, твоя смерть. Я... Я ничего не понял. Вообще ничего. При чем тут смерть? Так, давайте спросим. За что? Ну, ведь реально, за что? Я же ничего плохого не сделал. Вот реально, почему скорее твоя смерть? Это как-то очень, очень странная банда. Так, нам отписали. Твоя душа уже у меня. Осталось лишь время. Что? Причем какая душа? Я же все еще живой. Душа не может никак не попасть в ад, если я живой. И какое еще время? В смысле? Это все как-то так очень странно и заплутано. Твоя душа уже у меня осталось лишь время. Какая душа? Если я живой, то душа будет еще при мне. Я думаю, братва, вы все это знаете. Ты написал на мой номер и еще спрашиваешь, в смысле? Что? То есть, потому что я написал на номер сатаны, то значит уже все? Я уже автоматически попадаю в ад? Это какой-то бред! Нет! Но я же ничего плохого не имею в виду. Пишу лишь, чтобы узнать о вас больше. Просто с интересом я же не говорю, фу, ты тупой там или еще что-то. Почему меня уже из-за этого только забирать в ад? Как-то просто, ну, тупость. Разницы нет. Все, кто пишут или звонят на этот номер, попадают в ад. Ха-ха-ха-ха-ха. И ты в этом числе. Знаете, я подумал, давайте попробуем быть... Типа, мы боимся. Дьявол очень любит издеваться над людьми. А тут мы, типа, боимся и все такое. Он должен, как бы, его настроение должно было бы подняться. Поэтому давайте напишем. Простите, я больше не буду сюда писать. Посмотрим, что он на это ответит. Может быть, он смирится с тем и ответит на наши вопросы, которые я хотел. Поздно. Ты уже в наших списках. Каких еще списках? Я все еще живой. Каких списках можно говорить? Простите, я не хочу. Извините. Я... Я не знаю. Это какой-то такой все бред. Но, блин, я переписываюсь с номером Три Шестерки. Никто бы никак не смог зарегистрировать этот номер. Получается, что я реально переписываюсь с... Теми, кто под нами. Это одновременно так смешно. Потому что мы самая крутая банда на Ютубе. И все под нами, кто не с нами. Тебя от меня не убежать. Я лично приду за тобой. Мне уже, блин, реально страшно. Я лично приду за тобой. Я думаю, из этого сообщения мы можем понять, что мы переписываемся с реальным дьяволом. Самым, мать его, настоящим дьяволом. Который придет лично за мной. За моей душой, чтобы забрать в ад. Давайте спросим я. Могу бы ты избежать этого наказания? Мне уже реально страшно. И... Я не знаю. Мне реально уже хочется просто избежать от этого. А что если это реальный самый главный дьявол? Нет. Я никак не смогу избежать наказания, чтобы не попасть в ад. Знаете, я слышал, что дьявол очень, прям очень хитрый. Но что если мы тоже возьмем его хитростью? Попробуем как-то обойти все это и... Зайти издалека. Давайте у него спросим. А если я предам душу за то, чтобы не попасть в ад? А? Предам душу дьяволу за то, чтобы не попасть в ад? Как это сделать? Посмотрит, что на это ответит нам дьявол. Ты тупой. Для тебя мы подготовим самый горячий котел на девятом кругу. Ха-ха-ха-ха-ха. Я все еще не могу поверить, что мы переписываемся с настоящим дьяволом. Окей, бро, если так, я не могу в это поверить. Поэтому нам нужно как-то это проверить. Давайте ему напишем. Может быть, вы мне позвоните? Если он мне позвонит с этого номера, и я возьму трубку, и там будет реальный дьявол. Я поверю в это, и поверьте, я не знаю, что со мной тогда будет. У меня, наверное, просто психика подорвется. Зачем тебе? Это лишь ускорит твое попадание к нам. Давайте напишем. Ну, я бы хотел услышать ваш голос. Вот реально, чего-чего, но услышать голос дьявола, это, наверное, самое большое, что я сейчас хочу. Именно с этого... Что это было? Вы слышали, как будто кто-то крикнул? Как-то так. Услышал? Услышал? Теперь тебе еще недолго осталось. В смысле? Это был дьявол? What the fuck? Я надеюсь, камера записала этот звук. Блин! Вот что? А как вы это сделали? Вот что, блин? Как так? С самого ада я услышал голос дьявола. Вы слышали это? Грубый тон и как будто крик. Блин! Да, он, ты тупой. Я дьявол. Я могу все. А то, что ты продашь душу, лишь ускорит время. Я хитрее тебя в сто раз, идиот. Вот об этом я и говорил, что дьявол намного хитрее людей. Миллионы раз. Он обытрет кого хочешь. Даже там. Но я не хочу в ад. Что мне сделать, чтобы попасть в рай? А то вообще как-то не хочется. Я думаю, как и большинству. Я думаю, как и всем. Ничего. Я уже все решил. Твоя душа будет у меня в самом горячем котле. Но... Прощай, ублюдок. В смысле он уходит? Нет! Стойте! Я не хочу в ад. Я сделаю все, что вы захотите. Пожалуйста, только не уходи. Нет, ответь. Блин, как же с ним договориться? Не отписывает. Блин! Это конец. Дьявол просто уже не отписывает. Блин! Какой мы можем сделать вывод из этого видео? Что на номер три шестерки никто не писал. Все только звонили в надежде, что хоть кто-то возьмет трубку. Но еще туда можно было написать. И сегодня мы это сделали. Нам ответили, что я попаду в ад. Только из-за того, что я напишу на этот номер. Бро, я вас очень прошу. Не пишите на этот номер. Потому что, мало ли, еще что-то случится. Это просто жесть. Окей, бро, давайте просто закончим на этом видео. На этом все, бро. Стой был Сергеонис. И, бро, подожди. Подожди. Если мы на этом видео наберем 8 тысяч лайков, то я напишу еще раз на этот номер дьявола. Ночью. И мы посмотрим, что из этого получится. Может быть, тогда он нам ответит на наши вопросы. А еще, бро, пиши свои вопросы, которые ты бы хотел задать демону. Я их задам. Самые интересные я выберу и задам ему. Если на этом видео будет 10 тысяч лайков, то я напишу в рай. Ходит слух, что 3 шестерки это номер ада, а 3 пятерки это номер рая. Поэтому почему бы не написать еще и в рай. И узнать, что там. Так что, бро, давай, наберем на этом видео 8 тысяч лайков, и я пишу в ад. А потом добиваем до десятки, и я пишу в рай. А также пиши свои вопросы, которые ты бы хотел задать дьяволу. Самые интересные я задам. Так что, бро, ставлю, а тебе это всего на 2 секунды, а мне очень приятно. И, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании осталась специально для тебя. Как вы видите, он сейчас на экране. Там выходят очень крутые и очень страшные фотографии. Поэтому, бро, переходи, смотри фотографии, лайкай. А если боишься, то пиши мне в директ. И, бро, я отвечу именно тебе. Из всех тысячи человек, я отвечу именно тебе. Поверю, отвечу. Я отвечаю и все свои супрем-банде. Так что, бро, пиши. И, бро, бро, подписывайся на мой канал, чтобы выставить мою супрем-банду. Ведь предотвращение супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай. Либо быть под нами, под всей супрем-бандой, либо быть вместе с нами. С самой крутой бандой на ютубе. Подписывайся. И своим друзьям рассказывай, чтобы они вступали в такую крутую банду. А то так как-то нечестно, в той такой крутой банде твои друзья нет. И, бро, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Ты же, вглядись, какие они шикарные. Блин, это, наверное, самые крутые комменты. Не расстраивайся, бро. Ты тоже можешь попасть следующее видео. Всего то, что тебе нужно. А то нажать на лайк, колокольчик, а потом написать комментарий. Лайк, колокольчик обязательно, ведь я проверю. Если нет этого, то нет у тебя видео. Это главненький билет ко мне в видео. Так что, бро, лайк, колокольчик, если после комментов нету никаких комментов, то это попадает в следующее видео. Лучше написать несколько комментариев, я знаю. И смотри, бро, смотри прошлое видео про адский телек, про куклу, никогда не скачивай этот GTA. Все очень круто и очень страшно, как ты любишь. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok